Как всегда, по средам узнаем значение слов, которые у нас часто употребляются, но не всегда известны многим людям. И мы по привычке, по какой-то, может быть, даже по соотношению слогов или для красного словца употребляем это в нашей речи. Но как правильно и что правильно употреблять, расскажет Роман Дрякин. Добрый день, Роман. Привет. Какое слово возьмем сегодня? Ну, сегодня слово, которое мы, в принципе, очень давно и достаточно регулярно слышим, но, как ты правильно сказал, не всегда, даже не то, что не всегда понимаем, а не всегда, наверное, можем объяснить словами, что оно значит. Это слово «духовность». А, ну, это, да. Вот то самое, вот то самое это слово. Давай тогда более подробно уже об этом слове. Вот я помню времена, когда лично для меня вот это слово «духовность», оно имело исключительно какой-то позитивный характер, и для тебя, наверное, тоже как-то оно подчеркило какую-то уникальность нашей российской, русской цивилизации. О русском духе, о русской духовности говорили многие. Да, вот есть у нас такая духовность, вот есть такое вот, вот что такое противопоставление, есть вот такие западные страны, США, Европа, где эта духовность, где она в дефиците. А у нас вот оно, эта духовность есть. Вот, но то ли времена изменились, то ли, может быть, я стал чаще на это обращать внимание. Сейчас я замечаю, что слово «духовность», оно чаще у нас в каком-то употребляется уже даже часто ироничном контексте. Наверное, ты тоже это заметил, да? Духовность? Да, вот приводят к примеру, в пример вот этот вот, в кавычках, бездуховный Запад с роботизированными протезами, которые управляют силой человеческой мысли, там, какие-то общественные организации, высокий уровень социальной помощи на Западе, пандусы для инвалидов, то есть абсолютно доступная городская инфраструктура для людей с ограниченными возможностями. У нас, конечно, все со всем этим пока еще проблемки, и вот говорят, вот у них там так, а у нас этого нет. Ну, зато у нас духовность. Вот есть такое ироничное, кстати, наверное, все помнят словосочетание «духовные скрепы». О, да, безусловно, очень много говорим об этом, часто приводим, например, обращаясь в то наше историческое прошлое, где вот этих духовных скреп... На самом деле, я впервые вот это слово услышал от Алексея Навального в его блоге, известный оппозиционер, борец с коррупцией, где как бы говорилось про вот эти вот душевные, духовные скрепы, якобы Навальный, ну, как он сам пишет, приводил даже какие-то цитаты, фотографии, что он взял из книги «Западня» с автором, который выступает президентом российских железных дорог, Якунин. Вот там вот говорилось про духовность, про бездуховный Запад, даже, по-моему, что-то там про заговор против России, каких-то западных сил. Мировой заговор против всего человечества? Ну, конечно, нет, против российской части этого человечества. Вот, и как бы Навальный так все это в свойственном манере иронично все это рассказал, заметив, что, ну, как ему удалось выяснить, по его данным, близкие родственники самого Якунина почему-то предпочитают жить на этом самом бездуховном Западе, вот, в Англии, в Швейцарии, по-моему. Ну, это можно сравнить с другой стороны, с миссионерской деятельностью, они несут туда нашу духовность. Ну, возможно, да, но Алексей Навальный как-то с другой точки зрения на это посмотрел, что как-то все это, и образ патриота, и, не знаю, борца с духовной скрепой, как-то не к лицу человека, у которого семья живет за границей, в общем-то, по-моему, живет достаточно счастливо. Вот, но вернемся к духовности, к этому понятию. Вот, скажи, пожалуйста, ты себя считаешь духовным человеком? Ну, в целом, да. То есть, есть определенный внутренний какой-то стержень, мир, да, который питается из вот всего того многообразия российской культуры, русской даже, будем так говорить, не российской, а именно русской культуры. И на основе этого возникают некие, ну, не шаблоны, да, некие, возможно, примеры, да, согласно которым ты и живешь. Вот, духовность для меня, может быть, вот так вот может быть определена. Но это как одно из определений. Да, достаточно витеват, ты сказал, на самом деле. У нас этому пять лет учили. Вот. На самом деле, действительно, в понятии духовность складывается различное количество определений. Вот я поинтересовался этой темой, встречались различные цитаты, которые я сейчас, не знаю, наверное, не стоит приводить. Ну, пару-то из них можно? Да, ну, пожалуйста, духовность – это такой высший уровень развития саморегуляции зрелой личности, на котором основным мотивационно-смысловым регулятором ее жизнедеятельности становятся высшие человеческие ценности, находящиеся между собой в ней иерархических взаимоотношениях. Понятно? Это ты сказал, что я ведь Ива-то сказал. Вот я тоже не сразу об этом понял. Но, на самом деле, смотрите, как уже сказалось, понятие духовность, оно зависит от того, с какой точки зрения рассматривать. Вот с одной точки зрения это может означать потребность познания, познание себя, мира, смысла жизни. Если человек об этом задумывается, то его можно назвать духовным. Синонимом слова духовность еще называют слово интеллектуальность. Кстати, еще одно слово, наверное, с двойным дном. Почему нет? Вот. Другие синонимы – это религиозность, церковность и духовность – определяют как процесс развития души и тела на основе духа, несущего божественную мораль. То есть с точки зрения религии также рассматривать. Еще духовность называется способность человека понимать других людей и проникаться к ним сочувствием. То есть духовность – это такое высоконравственное начало в жизни человека. Толковый словаря Жогова трактует духовность как свойство души, состоящее в преобладании нравственных и интеллектуальных интересов над материальными. Вот, пожалуй, на этом последнем определении стоит остановиться вообще в своем рассуждении и в целом, наверное, его принять за основу. А дальше уже, как ты говорил, все зависит от того, с какой позиции мы смотрим. В зависимости от того, что мы хотим видеть, что мы хотим принять за основу. Вот приведу еще одну такую приблизительную цитату одного интересного текста, который мне достаточно давно попался на глаза. Но вот я еще раз увидел его на днях гуляющего по интернету. Называется «Девять миф о Западе, России глазами русского эмигранта». Вот там автор пишет, что каноническое понятие духовности связано не с величиной золотых крестов на храмах, не с загадочной, непостижимой душой населения, ни с чем-то не уловием, а с таких простых вещах, как забота о детях, стариках, адвалидах, забота о животных, поддержание и чистоты природы, низким количеством убийств и самоубийств, отсутствием агрессии на каждом шагу и по каждому поводу. Мне, в общем, кажется, что именно такой духовности большинство нас на самом деле хочет, что, в принципе, никак не отменяет и какой-то религиозности. Хорошо, соглашусь с тобой. Духовность, тогда будем вырабатывать ее, ориентироваться на какие-то высокие понятия и высшие понятия, наверное, так лучше правильно не сказать. С нами был Роман Дрякин и рубрика «Порядок слов».